Кроме некоторого числа способов, чтобы аргументы передавать, в языке Python также существует ситексис для приема аргументов. И в первую очередь мы должны поговорить про значение аргумента по умолчанию. То, как функции принимают аргументы, описывается там же, где мы эти аргументы объявляем, то есть сколько их после имени функции. В нашем случае мы определили функцию print.b, которая принимает два позиционных аргумента и поочередно вводит каждый из них на экран. Чтобы определить значение аргумента по умолчанию, мы должны присвоить аргументу какое-либо значение в том месте, где мы аргумент определяем. То есть здесь. Такая запись говорит интерпретатору, что в этой функции 10 является значением по умолчанию для аргумента b. И если мы явно не передаем никакого значения в качестве аргумента b, то он будет использовать десятку. А если бы мы передали в качестве аргумента b, допустим, значение 15, то он бы использовал 15. После того, как мы записали функцию в таком виде, мы можем запустить нашу функцию от одного аргумента. Например, print.b 5. Такая запись сказала бы интерпретатору, что нужно использовать 5 в качестве аргумента a. Однако, когда питон инициализировал аргументы, он понял, что мы не передали никакого аргумента в качестве аргумента b. Однако функция все равно исполнится, потому что в этот момент интерпретатор будет использовать 10 в качестве аргумента b. Также мы можем явно передать b и написать print.b от 5 и 15. Тогда, когда мы явно указываем второй аргумент, 15 будет использоваться в качестве аргумента b, а не 10, которое является значением по умолчанию. Таким образом, механизм инициализации аргументов усложняется на один шажок. Сначала мы самым обычным образом инициализируем все аргументы, затем для тех аргументов, для которых ничего не нашлось, мы проверяем аргументы по умолчанию. Если хотя бы для одного из них не нашлось никакого аргумента по умолчанию, лишь в этом случае мы не сможем вызвать функцию. Ничего не мешает нам определить у всех наших аргументов значение по умолчанию. При этом мы сможем даже вызвать функцию без аргументов. Например, a равно 10, b равно 10. И если бы мы вызвали эту функцию без аргументов, то что оно бы сделало, вывело бы в терминал две десятки. Стоит отметить важное замечание. Мы не можем передавать аргументы со значением по умолчанию до аргументов без значения по умолчанию. Это связано с тем, что вообще создание аргументов по умолчанию идет до того, что мы хотим передавать меньше аргументов. Для примера рассмотрим этот случай. Здесь мы определили два аргумента со значением по умолчанию и можем вызвать нашу функцию без аргументов. Здесь мы определили один аргумент со значением по умолчанию и здесь мы можем вызвать эту функцию с одним аргументом. Однако что бы произошло, если бы первым аргументом был аргумент со значением по умолчанию, а вторым аргумент без значения по умолчанию? Рассмотрим на примере. Пускай a это наш аргумент со значением по умолчанию 10, а b не имеет значения по умолчанию. Тогда b является вторым позиционным аргументом, и у него нет значения по умолчанию. То есть он является обязательным. Мы обязательно должны передать второй аргумент, чтобы инициализировать наш аргумент b. То есть каждый запуск функции создавал бы обязательно из двух аргументов. Таким образом, не зачем определять значения по умолчанию для первого аргумента, потому что раз мы передали два, мы всегда передадим и первый аргумент, который является аргументом x. Чтобы такой нелогичной ситуации не происходило, в языке Python просто нет возможности определить аргумент со значением по умолчанию до позиционного аргумента без значения по умолчанию. Таким образом, мы можем писать функции, которые решают определенный класс задач, и при этом в качестве значения аргумента по умолчанию указывать, какую именно конкретную подзадачу мы бы хотели решить. Рассмотрим, например, метод списка sort. Он сортирует список и принимает в качестве аргумента со значением по умолчанию, нужно ли сортировать список по убыванию. Значение этого аргумента по умолчанию это false, то есть он сортирует список по возрастанию. Это правильно, потому что это наиболее встречаемая задача, это позволяет нам экономить немножко времени, когда мы пишем код. И при этом у нас не составит определенного усилия передать true в качестве аргумента и отсортировать список по убыванию, чтобы решить определенную задачу.